Тверское «Динамо» уступило на своем поле казанскому «Барсу». Гости оказались точнее бело-голубых в голевой перестрелке в стиле зрелищного вестерна, где на итог встречи повлияли буквально несколько секунд каждого из периодов. Очередная домашняя встреча регулярного чемпионата ВХЛ началась для «Динамовцев» с ушатой холодной воды. Прошло только 28 секунд, и гости из Казани открыли счет. На добивании расторопней всех на пятаке у ворот Игоря Тяла оказался Максим Арушев. Стартовый отрезок гости провели крайне мощно, практически не позволив бело-голубым создать что-то по-настоящему острое у ворот Ильи Голубева. Период завершился ровно тем, с чего начался. Стремительная атака казанцев и точный бросок на ходу Николая Богатого за 20 секунд до сирены на перерыв. Первый гол, конечно, очень сильно повлиял. Это такой удар, никогда не хочется пропускать в первую минуту. Мне кажется, мы должны больше поверить в себя и увереннее играть в своей зоне. Надо в перерыве подсказать друг другу, что нужно больше атаковать, не бояться соперника. Больше таких силовых движений. Так что будем настраиваться на второй период. Вторая 20-минутка стартовала с гола того самого 17-летнего Ивана Дитковского, который принес динамовцам победу в последнем матче 2019 года с Южным Уралом. Молодой нападающий оказался в нужном месте в нужное время, добив шайбу у ворот казанцев. Впрочем, Барс буквально через 10 секунд вернул себе преимущество в два гола благодаря точному броску опытного Максима Пестушка. Игорь Этялов в тверских воротах заменил Вадим Жиренко. После подопечной Сергея Орешкина, заметно прибавив скорость и неуступчивость в единоборствах, лезли в ворота соперника. Для того, чтобы осознать мощь и точность кистевого броска капитана «Динамо» Андрея Прибыльского, судим понадобился видеопросмотр, решение арбитров, второй гол хозяев и 2-3 на табло юбилейного. Расстояние до счета 2-4 составило 13 секунд. Илья Сафонов бросил подстать Прибыльскому, как и ранее Голубев. Вратарь хозяев Жиренко даже не шелохнулся. После такой голевой перестрелки в стиле вестерна игра немного успокоилась. Впрочем, весь сценарий этого матча был написан исключительно под секунды. Когда этих секунд до перерыва оставалось 35, нападающий барса Марушев оформил дубль. В раздевалку команды ушли при счете 5-2 в пользу гостей. До этого были матчи, у нас выездные не очень удачные. Забивали мало голов в последнем матче, вообще не забили. Так что я думаю, это сегодня какой-то большой всплеск. Просто хорошо, что удается забивать. В третьем периоде на дубль Марушева своим дублем ответил Андрей Прибыльский, сняв паутину с верхнего угла ворот Голубева. На этот раз видеоповтор не понадобился. В оставшиеся 10 минут тверичане продолжили создавать острые моменты, а соперник грамотно охранял добытое в первых периодах преимущество. Финальный штурм ворот Казанцев шестью динамовцами не смог изменить цифры на табло. Белоголубые уступили барсу со счетом 3-5.